Активисты Севастопольского отделения Красного Креста одними из первых стали оказывать помощь людям, прибывшим в Севастополь из захваченного войной Юго-Востока Украины. Палаточный лагерь, разбитый на стадионе Радиогорки летом прошлого года, стал временным убежищем для женщин, стариков и детей. Общественная организация обеспечила переселенцев медицинскими препаратами, волонтёры оказывали ежедневную психологическую помощь. Я хочу сказать, что с первых дней, как только начали к нам прибывать в Суго-Востока Украины лица, Красный Крест включился в активную работу. Прежде всего, они помогали продуктами питания, помогали предметами первой необходимости. В настоящее время на площади русского полководца Александра Васильевича Суворова в бомбоубежище работает общественный пункт Красного Креста. Севастопольцы продолжают приносить одежду и продукты. За помощью суда приходят все нуждающиеся. На попечении у Красного Креста много севастопольских детей-инвалидов, стариков. В ноябре 2014 года российский Красный Крест вручил ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и многодетным семьям материальную помощь, бытовую технику. Самый дорогой подарок обошёлся общественной организации в 14 миллионов рублей. Инфекционная больница получила сертификат на приобретение цифрового рентгенаппарата. За организацию благотворительной деятельности председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Николай Юрьевич Сефлюк получил благодарность от губернатора Севастополя. Грамотами Красного Креста были отмечены волонтёры, среди которых жители Донбасса. Я прибыла с зоны АТО, город Донецк. Не могла равнодушно остаться дома. Работая волонтёром в Севастопольском Красном Кресте, помогаем беженцам тоже. Таким же, как и мы. Среди волонтёров Красного Креста есть совсем юные, учащиеся с севастопольских школ. Каждый год наша школа набирает волонтёров, которые приезжают в город, чтобы помогать ветеранам. Нам дают определённую работу, мы её выполняем. Нам сказали, что мы можем помогать ветеранам, возить их на разные мероприятия. Грамотой «Российского Красного Креста» была отмечена и наша телекомпания. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Сефинфорумбюро.